Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Двигатель в уединостроен. Двигатель в штабном режиме. На фоне того, как многие восхищаются новомодным Дельным, мне становится обидно за один из моих любимых эсминцев – Грозовой, который лично я считаю более интересным. И вдвойне обидно, что Дельный имеет весьма приличную статистику, а Грозовой на нашем сервере просто пробил дно, хотя на других серверах несколько получше. Все это наводит меня на мысль, что большинство игроков просто не умеют применять Грозовой, может быть неправильно его собирают или неверно понимают задачи и суть этого корабля. Кто-то вообще опрометчиво считает корабль морально устаревшим на фоне новомодных Рагнаров, с чем я опять-таки не согласен. Для освежения впечатлений о корабле я сыграл на нем немаленький стрим и снова убедился в двух вещах. Когда играешь аккуратно и собрано, то эсминец очень сильно влияет на бой. Это настоящий тащун, который может делать дела и решать вопросы. Причем фактически любые, так как у корабля высочайшая степень универсальности. Чего, например, уже не скажешь про более узкоспециализированный Рагнар. Второе, в чем я снова убедился, это что Грозовой можно уничтожить только в случае грубейших ошибок, сверхнаглого упарывания или сильного невезения. Так в нескольких боях я слишком уж нагло лез на точку с чрезмерными рисками фокуса от группы кораблей, плюс РЛС, плюс АВИК, плюс союзный АВИК, который не знает зачем пришел в бой. Вот в таких ситуациях да, Грозового выносят. Но если играть аккуратнее, то это очень живучий корабль с высокой степенью эффективности, что видно в идущих на фоне боях. Это первые бои со стрима, где я был еще не уставший, со спокойной психикой и не обнаглевший. Я до сих пор хорошо помню свои первые впечатления, когда Грозовой только вышел. Я тогда попробовал его и несколько прифигел, так как все это показалось слишком уж жирным. Хороший ДПМ с приятной баллистикой, полноценные торпеды, богатейший выбор снаряжения, в частности можно брать и дымы и хилку одновременно, отчего Хабаровск или Дельный плачут от зависти, а еще и Заградка и Форсаж. Потом, правда, после релиза кораблик несколько раз нерфили, но зато и появился Капитан Кузнецов, который значительно усилил Грозового. В итоге, на мой взгляд, корабль до сих пор очень крут и совершенно уникален. Других таких на уровне просто нет. Все дело в том, что Грозовой при нужной сборке, которую я покажу ближе к концу видео, является этаким двуликим Янусом, с, казалось бы, взаимоисключающими возможностями. Ведь, с одной стороны, это полноценный арт-эсминец, который может играть в стиле Хабаровска, уверенно поливая чуть ли не весь бой с приличной дистанцией стрельбы, максимальная дальность которой с перком составляет комфортные 14,8 километра. Для такого стиля игры у эсминца имеются не только отличные орудия, но еще и высокие скоростные качества, чтобы минимизировать ответные попадания, а также хилка, чтобы поддерживать боеспособность корабля на приемлемом уровне, когда урон все-таки постепенно проходит. Плюс к этому, в отличие от Хабаровска, у него имеются и дымы для экстренного отсвета или пострелушек из них. На Грозовом у меня сыграно много боев, где я буквально почти все время не отпускаю левую клавишу мышки. Корабль постоянно стреляет в стиле Хабаровска, только по сравнению с ним у него ДПМ поменьше, но все равно достаточно хороший. В игре есть несколько эсминцев для такого геймплея, кроме Хабаровска. Это еще французы, например Клибер, или тот же Рагнар, да и Дельный тоже из этой оперы. У всех этих эсминцев есть много полезных особенностей ТТХ для такого арт-геймплея, но при этом и важнейший недостаток – плохая маскировка, из-за чего геймплейно – это по сути легкие крейсера, а не эсминцы. У Грозового же все полезные особенности ТТХ для артиллерийского геймплея присутствуют также в полной мере. Но плюс к этому, еще и инвиз в полной заточке составляет всего 6 километров, что не только гораздо лучше всех арт-эсминцев, но еще и вполне сравнимо с большинством универсалов и даже лучше некоторых. Например, у Зетки 52-й инвиз 6,1-й. Поэтому прелесть Грозового в том, что он может играть и как полноценный легкий крейсер типа Хабаровска и подобных, но когда надо, становиться совершенно полноценным универсальным эсминцем без каких-либо недостатков и компромиссов. Более того, с кучей достоинств как для универсала, что позволяет ему очень эффективно решать такие задачи, как, например, отжим точек в начале боя, фланговая разведка и даже выступать в роли довольно мощного контр-эсминца, который при умелом обращении может стать проблемой даже для самых крутых контр-эсминцев игры. Важно только грамотно использовать такие его преимущества, как маскировка и баллистика, за счет чего заранее отворачивать от мощного арт-эсминца и затем наносить урон со средних дистанций, пользуясь преимуществом в баллистике. То есть на грозовом не надо упарываться, как, например, на Рагнаре, который может фактически любой эсминец просто в наглую перемолоть за счет вагона, боеспособности и брони. На грозовом надо аккуратнее, на отходе, чтобы чуть что отсветиться в дымах. Часто вижу, как многие игроки на грозовом при перестрелках с эсминцами чрезмерно упарываются. Входят в слишком уж ближний бой, в котором грозовой не особо хорош из-за громоздкости, ему проще наловить торпед. Плюс у него нет такого ураганного ДПМ, как у многих арт-эсминцев. Да и боеспособности не так много для плотного боя по современным меркам. А еще корпус корабля очень хорошо впитывает урон вблизи из-за высоких, как для эсминца, надстроек. Да и вообще корабль расположен высоко над водой, а не приземистый, как некоторые другие эсминцы. Также в таком чрезмерно ближнем бою грозовой не может использовать важное преимущество своей баллистики, которая лучше многих других контр-эсминцев. Поэтому с ним надо аккуратнее и тактичнее. Но как показывает его донная статистика, с этим у большинства игроков похожа проблема. Вообще замечаю, что если корабль не гнет в режиме о-ло-ло-тро-ло-ло-пыщ-пыщ, а требует более деликатного подхода, то у него зачастую очень плохая средняя статистика. Но это не значит, что корабль плохой. Просто он требует более продуманного подхода, за который сполна отблагодарить своего командира высочайшей эффективностью. Ну и для роли полноценного универсала у грозового еще есть торпеды. Отличные рыбки по своим ТТХ с одним лишь недостатком. У них долгое время перезарядки. Что опять же не является особой проблемой для опытных игроков. Так как в нужный момент, то есть когда ты используешь не такие уж и частые моменты для уверенного пуска, они всегда под рукой. Чтобы подготовить такой момент, нужно время, выждать, потом подойти на кинжальную дистанцию и затем в итоге пробросить торпеды так, чтобы их зашло много и больно. Пока такой момент появится, торпеды, как правило, успевают перезарядиться. Тем более, что пока они перезаряжаются, у эсминца хватает других дел. Например, он может поливать нон-стопом крупные цели с дистанции или охотиться на эсминцы. Для бездумного спама торпед, конечно, грозовой не подходит. Это не чистый торпедник. Но если играть как универсальный контр-эсминец, чередуя это с ролью арт-эсминца, то долгая перезарядка торпед не напрягает. Как правило, когда ты заходишь на уверенную торпедную атаку, то торпеды уже перезарядились. И опять-таки, такое аккуратное применение торпед требует понимания игры, что является еще одним фактором плохой средней статистики грозового. Так как народ у нас в основном любит спамить с торпедками с края карты, либо охотиться на корабли так, чтобы сперва задолбать их кучей неудачных торпедных пусков, а потом, когда они устанут, наконец-то попасть в них более удачным пуском. Грозовой не про это. То есть корабль может быть и арт-эсминцем, и универсалом, и контр-эсминцем. Но в каждой из этих хипостасей он требует несколько более аккуратного и вдумчивого подхода, чем другие яркие, но не такие многогранные и разносторонние представители этих стилей. В этом сила грозового, а также и его сложность, так как игрок на нем должен уметь во все стили одновременно, чередуя их поменяющейся ситуации. Только тогда корабль раскроется в полную силу. Если же зациклиться на нем на каком-то одном типе геймплея, то корабль окажется хуже других эсминцев, заточенных специально под этот стиль. Ну а что касается сборки, то я советую следующую. Уникальную модернизацию в шестой слот, так как главный калибр нам важнее торпед. В перках сборка в главный калибр, но с инвизом. Я знаю, что некоторые не берут на грозовом инвиз, максимально точа его в ГК. Это имеет смысл. Возможно, в такой сборке корабль будет набивать даже больше урона, но в этом случае он станет всего лишь ослабленным вариантом Хабаровска и потеряет свою универсальность. На мой взгляд, если хочется играть чисто в арт эсминца, лучше взять Хабаровск или Клибер или по нынешним временам того же Дельного. А грозовой прекрасен как раз своей полноценной универсальностью, о которой без маскировки не может быть и речи. Вообще, это один из моих любимых эсминцев. Много чего еще можно было бы рассказать о нем, да это и не первый мой обзор грозового на канале. Но это видео уже затягивается. Надеюсь, донес до вас главное. Это очень крутой корабль, который может многое, если научиться эффективно применять его разносторонность, а не зацикливаться на одном стиле геймплея. И тогда он будет радовать и приносить удовольствие. Не забудьте прожать лайк за труды и подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего важного. Ведь голосовые обзоры на тему кораблей, всех новинок и новостей у нас выходят каждый день, несмотря на все трудности. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Субтитры сделал DimaTorzok